Сотрудники городской станции скорой помощи и Рязанской межрайонной больницы обратились на федеральный уровень с просьбой разъяснить ситуацию в регионе с начислением полагающихся стимулирующих выплат, связанных с работой в условиях коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий прокомментировал ситуацию. Существует действительно два постановления. Это 484-я, которая подразумевает собой выплаты конкретно врачам, работающим с ковидными больными. То есть это специально выделенные госпитали. У нас 4 больницы таких существует. Поэтому там, когда диагноз установлен. И также бригады станции скорой медицинской помощи специально выделены для того, чтобы работать с этими зараженными пациентами. Есть 415-й закон, который касается в основном первичного звена. Это участковые службы, это те же самые врачи скорой помощи, это фельдшерско-акушерские пункты. В первоначальном варианте, и в том, и в другом законе, было начисление заработной платы за фактическое отработанное время. Минуты и часы не высчитывались. Это были выплаты за смену, но они зависели от того количества времени, которое человек отработал. 17-го числа были внесены изменения в федеральный закон, в постановление 484, откуда убрали статью о том, что оплата производится за фактически отработанное время. То есть там сейчас за факт работы с зараженным пациентом выплачивается вся конкретная сумма. Андрей Прилуцкий подчеркнул, что списки получателей выплат составляются руководителями медицинских учреждений. Тем не менее, Министерство здравоохранения и уполномоченные органы взяли на контроль этот вопрос. Министерство здравоохранения, все наши медицинские организации работали все выходные дни, субботы и воскресенье, для того, чтобы произвести перерасчет выплат. И все те наши медицинские работники, которые работали с пациентами зараженными, которые внесены в федеральный реестр, который имеется на сегодняшний день, они все получили перерасчет. К проверкам подключились Следственный комитет и прокуратура. По каждому факту обращения они будут устанавливать, были ли какие-то нарушения. Андрей Прилуцкий также отметил, что мы готовы сотрудничать, предоставлять всю необходимую документацию и сами тоже будем проверять все обращения.